Здравствуйте! В эфире Инсталайв с Институтом филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального Университета. В ходе сегодняшнего эфира вы сможете задать вопросы о поступлении, приеме документов, образовательных программах, вступительных испытаниях, условиях приема и особенностях учебного процесса. На все эти вопросы ответят Татьяна Геннадьевна Бочина, декан высшей школы русского языка и межкультурной коммуникации, Рамиль Хамитович Мерзагитов, декан высшей школы национальной культуры и образования и Резида Фаилевна Мухамедшина, декан высшей школы русской и зарубежной филологии. Для начала предлагаю посмотреть небольшой информационный ролик об институте. Казанский университет. Один из старейших российских университетов, основанный в 1804 году. Бережно хранит и развивает традиции просвещения в обширном регионе соприкосновения культур Европы и Азии. По уставу Казанского Императорского Университета словесное отделение было открыто в числе первых. Это событие можно назвать символичным, так как филологическое знание внесло неоценимый вклад в формирование системы классического университетского образования. Сегодня институт демонстрирует высокое качество фундаментальных и прикладных исследований, опирающихся на базу известных во всем мире филологических научных школ. В Институте филологии и межкультурной коммуникации обучаются около 3,5 тысячи студентов. Работают более 250 преподавателей, среди них более 50 докторов и 150 кандидатов наук. Занятия со студентами ведут также преподаватели из Германии, Испании, Китая, Польши, США, Турции, Франции, Чехии и других стран. Институт реализует десятки востребованных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Наши выпускники сегодня являются наиболее востребованными, они трудятся в самых разных профессиональных сферах. Это средства массовой информации, пресс-службы, рекламные агентства и многое другое. В 2017 году Казанский федеральный университет вошел в топ-150 предметного рейтинга QS по лингвистике, а в 2018 году в топ-200 предметного рейтинга QS по современным языкам и в топ-250 по английскому языку и литературе. В структуру Института филологии и межкультурной коммуникации входит Высшая школа русской и зарубежной филологии имени Льва Толстого. На базе четырех кафедр происходит подготовка филологов и педагогов в области русского языка и литературы, славяноведения, английского, немецкого, французского, испанского языков и литератур. Переводоведение. Структура Высшей школы национального образования и тюркологии имени Кабдулы Тукая включает шесть кафедр. Здесь осуществляется подготовка учителей в области татарского языка, переводоведения, дизайна, музыки, татаристики и культуроведения. Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации имени Бадуэна де Куртене в составе трех кафедр готовит организаторов и координаторов международного сотрудничества, исследователей и преподавателей полилингвального обучения, готовых к ведению профессиональной деятельности в международном образовательном пространстве. В структуру Института филологии и межкультурной коммуникации входит четыре научно-образовательных центра, а также целый ряд научных лабораторий. Более 800 человек ежегодно проходят курсы профессиональной подготовки по различным программам дополнительного образования на базе Казанского международного лингвистического центра, где также осуществляется международная языковая сертификация по английскому языку TOEFL и по русскому языку как иностранному. Испанские центры образования и культуры реализуют не только языковые курсы, но и проводят еженедельный разговорный клуб, занятия и лекции представителей Испании и стран Латинской Америки. Ежегодно проводятся недели испанского языка и культуры. Центр также осуществляет прием международного экзамена по испанскому языку DELE. Центр проектных компетенций представляет собой систему художественно-дизайнерского проектного обучения, на базе которой реализуются программы для школьников в рамках деятельности Казанской школы дизайна, а также молодежного образовательного акселератора для студентов. Центр профориентационной работы и взаимодействия с работодателями осуществляет подготовку абитуриентов к выбору будущей профессии и предлагает многообразные формы мероприятий, за которые начисляются дополнительные баллы при поступлении в университет. Центр активно взаимодействует с нашими партнерами-работодателями. Институт имеет надежные и долговременные связи с рядом зарубежных университетов, международных ассоциаций и научных организаций. В рамках существующих договоров и установленных контактов реализуются научно-образовательные и культурные проекты, проводятся международные конференции, осуществляются программы двойного диплома и параллельного образования. Также институт сотрудничает с рядом вузов на территории Российской Федерации. В Институте филологии и межкультурной коммуникации активно работают студенческие кружки, исследовательские группы, совет молодых ученых, студенческое научное общество, а также студенческий совет, который принимает решения важных вопросов в жизни студентов, развитие социальной активности и осуществляет поддержку студенческой инициативы. Спортивные команды успешно защищают честь института на различных соревнованиях. Во время учебного процесса для проживания студентов предусмотрены комнаты деревни Универсиады, одного из лучших студенческих общежитий России. Сегодня Институт филологии и межкультурной коммуникации прославляют известные выпускники. Ахмедшин Равиль Калимулович, заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации. Балиулин Ренат Накифович, постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербург и Ленинградской области. Фазлеева Лейла Ренатовна, заместитель премьер-министра Республики Татарстан. Гузель Яхина, писатель, лауреат премии «Большая книга» и «Ясная поляна». Денис Осокин, прозаик, поэт, драматург, сценарист, филолог-фольклорист. Станьте частью Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Ну что, вот мы и посмотрели, собственно говоря, информационный ролик. И в тот момент, пока он крутился на экране, уже появились первые вопросы. Если позволите, я их озвучу. Добрый день. Можно ли подать электронные документы на поступление в институт? С какого момента будут видны рейтинги абитуриентов, а также можно ли будет смотреть их на сайте? Добрый день, уважаемые друзья. Да, конечно, у нас сейчас везде электронные документы обороты. Мы принимаем в электронном виде заявление от абитуриентов. И как только вы подадите заявление, у вас будет свой логин, пароль, и вы сможете заходить на сайт и видеть рейтинг поступающих и баллы. Продолжим. Будет ли учитываться диплом с отличием школы искусств по специальности хореограф при поступлении в качестве дополнения к результатам ЕГЭ? Это какой специальности они хотят поступать? У нас нет направления хореографии. Я так понимаю, тут немножечко ошиблись и задали общий вопрос университетский, наверное. Есть еще вот такой вопрос. Что делать, если хочешь выступить в КФУ, но переживаешь насчет какого-то предмета, по которому можешь набрать меньше баллов? Можно ли поступать по результатам прошлого года? Дело в том, что мы принимаем только по результатам ЕГЭ. Если человека не устраивают результаты, он может пересдавать. И он должен определиться, выбрать какой-то один вариант экзамена по этому предмету. И, естественно, это будет высший балл. Логично выбирать самый высокий балл. Например, он сдавал русский язык два раза, и он выбирает максимальный балл и подает именно этот результат. Самый лучший результат. Результат ЕГЭ действует 4 года, поэтому с этими баллами он может поступить в течение 4 лет по любым направлениям. Ну, есть еще один, наверное, из самых популярных вопросов. Это когда начнется прием документов? Прием документов начинается, по-моему, по всей России, в нашем взгляд, тоже с 20 июня. Так, ну вот мы немножко разобрали популярные вопросы. Теперь я предлагаю перейти к презентации, которая есть у Татьяны Геннадьевны. Я знаю, что вы ее подготовили. Собственно говоря, внимание на экран. Добрый день, дорогие абитуриенты. Я сегодня представляю высшую школу, которая была создана для обучения иностранных студентов русскому языку, литературе и культуре. Но в нашей школе мы также готовим и будущих преподавателей. И сейчас сначала я представляю программу бакалавриата в стандарте филология, русский язык как иностранный, с углубленным изучением иностранных языков и информационных технологий. То есть вы понимаете, что это такая синергетическая программа, которая отвечает всем трендам сегодняшнего дня. Потому что информационные технологии в образовании и в филологии, как в науке, то есть в исследовательской ее части, безусловно, привлекают молодых людей, так же, как и иностранные языки. Но все-таки главное, чем будут заниматься студенты, это овладением секретов, как иностранцев нужно обучать русскому языку. Совершенно не случайно наша школа носит имя великого лингвиста Ивана Александровича Бадуэна де Куртане. Совсем недавно, 13 марта, мы с гордостью отмечали его юбилей 175-летия, потому что Иван Александрович, он не только создал школу, казанскую лингвистическую школу и вписал в историю языка знания навсегда Казанский университет, но он и первый, кто из всех теоретиков-лингвистов заговорил о том, что обучать иностранцев или людей другой национальности русскому языку — это особое искусство. Итак, на данной программе имеется шесть бюджетных мест, экзамены, которые нужно сдать по ЕГЭ — это литература, иностранный язык и русский язык. И выпускники данной программы через четыре года своего обучения могут работать не только в сфере преподавания русского языка иностранным гражданам, но и в других совместных предприятиях, издательствах, СМИ и так далее, где требуется знание разных языков. Следующая программа по лингвистике, которая тоже называется «Русский язык как иностранный», главным своим абитуриентом видит именно иностранных студентов. Здесь и начальный уровень русского языка не столь высок, как для филологии, и программа выстроена таким образом, что в первый год обучения в основном идут практические курсы общего владения русским языком как иностранным, и только со второго курса начинается теоретическое обучение. Но это не значит, что российским гражданам закрыт прием в эту программу, просто на данной программе нет бюджетных мест и только контрактное обучение. Но вот сегодня, например, на каждом из курсов по данной программе обучается более ста студентов из стран дальнего зарубежья. И набор экзаменов здесь несколько другой — это иностранный язык, общество знания и русский язык. И, соответственно, проходные баллы тоже несколько ниже, чем для первой программы, которая ориентирована именно на российского абитуриента. Ну и, наконец, несколько слов я хочу сказать для тех, кто сейчас завершает обучение по бакалаврским программам гуманитарного блока. Мы для вас предлагаем магистратуру по русскому языку как иностранному, которая тоже готовит специалистов уже более высокой категории, преподавателей русского языка для иностранцев, а также иностранных магистров, которые впоследствии у себя дома будут работать в любых организациях, где требуется знание русского языка и умение переводить на русский язык. И данная программа является достаточно авторитетной, продвинутой, престижной, привлекательной. Сегодня на ней обучается 139 магистров, и более 100 человек — это граждане стран дальнего зарубежья. И данная программа имеет все виды аккредитации — государственную, общественную, международную, причем немецкого аккредитационного агентства. И в реестре программ такой реестр размещен в университете, и вы можете любой университет и любую программу там посмотреть. Данной магистрской программе присвоено 5 звезд, что является наиболее высоким баллом из всех возможных. Вот очень коротко о нашей высшей школе, 95% которой составляют граждане стран дальнего зарубежья. Большое спасибо, Татьяна Геннадьевна. Вот пока вы тут говорили, пришло еще несколько вопросов, и очень активно интересуются направлением дизайн. Собственно говоря, как будет проходить внутренний экзамен по направлению дизайн, и когда, собственно говоря, будут испытания вступительные? Прежде чем ответить на этот вопрос, может быть, я озвучу все наши направления, потому что направление дизайна реализуется в нашей высшей школе, высшей школе национальной культуры и образования. Я как раз представляю эту высшую школу, высшей школы национальной культуры и образования имени Гаптулы Тукая. На базе нашей высшей школы мы готовим специалистов в области татарского языка, татарской литературы, иностранных языков, иностранные языки английский, турецкий, китайский, дизайнеров, классический дизайн и дизайн интерьера, преподавателей музыки и учителей билингвалов для национальных образовательных учреждений Республики Татарстан по профилям математика, информатика, физика, история, общество знания, начальное и дошкольное образование. В высшей школе в этом учебном году реализуются 16 образовательных программ бакалавриата по трем укрепленным группам подготовки. Это педагогическое образование, филология, дизайн, 7 образовательных программ магистратуры и 4 направления по аспирантуре. Если уже говорить о тех направлениях, по которым планируется набор в 2020 году, то условно их можно выделить на 3 направления, на 3 блока. Первый блок направления это подготовка кадров в области татарского языка и татарской литературы. Как и прежние годы, по этому направлению мы набираем 2 группы, всего выделено 48 бюджетных мест. Одну группу набираем на направление на образовательную программу педагогическое образование, татарский язык, литература и английский язык. Выделено 25 бюджетных мест. Вступительные испытания на это направление. Единый государственный экзамен по русскому языку, по обществознанию и единый республиканский экзамен по татарскому языку. По татарскому языку можно сдавать и внутренний экзамен. Вторую группу набираем на пообразовательной программе филология, татарский язык, литература и журналистика. Всего выделено 23 бюджетных мест. Вступительные испытания таки есть же Продолжение следует... 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 В рамках приемных кампаний 2018-2019 года мы уже принимали на такие направления, на билингвальные направления. Билингвальное имеется в виду русско-татарский билингвизм. А с 2020 года планируем набрать студентов для работ в полилингвальных образовательных учреждениях Республики Татарстан. Идея полилингвального образования обучения состоит в том, что наряду с русским языком английский и татарский языки будут использоваться как средства учебно-познавательной деятельности в процессе профессиональной подготовки. Планируем набрать 4 группы по 25 человек. История и иностранный английский язык. Вступительные испытания История, русский язык, общество знания. И четвертая группа на длинном отделении это педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Биология и иностранный английский язык. Вступительные испытания, биология, русский язык и общество знания. И на отделении заочного обучения планируем набрать одну группу из выпускников педагогических колледжей в количестве 50 человек. Профиль педагогического образования, начальное и дошкольное образование уже в билингвальной образовательной среде. Вступительные испытания русский язык, общество знания и математика. Обучение в этих группах осуществляется за счет средств бюджета Республики Татарстан. То есть за обучение платят не сами студенты, а Республика Татарстан. По заказу Миноборнауки Республики Татарстан. Абитуриентам, для того чтобы подать документы на эти направления, должны все абитуриенты заключить договора о сельевом обучении с общеобразовательными учреждениями Республики Татарстан до 1 июля этого года. И в дальнейшем они будут отработать не менее 5 лет в этих образовательных учреждениях, с которыми они заключили договора. И все студенты очной формы обучения получают стипендию по республиканской программе, стипендиальной поддержки педагогических кадров в размере 15 тысяч рублей в месяц. В первом семестре эту стипендию получают все студенты, а со второго семестра по результатам зимней сессии. Для того чтобы получить стипендию, должны сдать все оценки на хорошо и отлично. При этом отличных оценок должно быть минимум 50%. То есть если 4 экзамена, 2 экзамена на отлично, 2 экзамена на хорошо. Если 5 экзаменов, 3 отлично, 2 экзамена на хорошо. Вот эти направления у нас, на эти направления мы планируем набор в 2020 году. Большое спасибо. И все-таки хотелось бы немножко акцентировать внимание конкретно на дизайне, потому что про него продолжают спрашивать. Как будет проходить внутренний экзамен? Когда приблизительные сроки? Проблизительные сроки экзамена пока расписания нет. Расписание будет где-то к концу мая, наверное, известно. Экзамен будет проходить в здании на улице Татарстана 2, здании Института филологии и межкультурной коммуникации в числах 20 июля. Также на сайте нашего университета, на кнопке приемной кампании, есть программа вступительных испытаний. Там все расписано. Там как раз есть программа вступительного испытания по рисунку. Там можно уточнить. Спасибо большое. А есть еще такой вопрос. Вот когда начнутся подготовительные курсы и будут ли они вообще в этом году по всем направлениям? Вот по направлению рисунок и по направлению татарский язык мы принимаем внутренние экзамены. По этим направлениям у нас будут подготовительные курсы. Эти курсы начнутся в июне. Пока планируем в июне. Вопрос еще был про день открытых дверей. Собственно говоря, когда он будет в институте, не переносится ли он? День открытых дверей был запланирован на 28 марта. К сожалению, в контексте того, что происходит сегодня в мире, день открытых дверей переносится на неопределенный срок. Перейдем к вопросам, которые продолжают нам задавать. Есть ли носители языка среди преподавателей зарубежной филологии? Наверное, я тогда сначала тоже расскажу, как Рамиль Хамитовича в школе, потому что она вытекает уже из содержания, направления деятельности нашей высшей школы. В Институте филологии и межкультурной коммуникации реализуются направления, связанные с русским языком литературы и с иностранными языками, потому что филология переводится как «любовь к слову». Любовь к слову русскому, английскому, испанскому, французскому, немецкому. И в нашей высшей школе русской зарубежной филологии имени Льва Толстого реализует два направления. Это филология и педообразование. Филология, зарубежная филология, английский язык, английская литература, переводы в ведение. Вступительные экзамены, литература, русский язык и иностранный. Естественно, что это английский язык. Четыре года обучения. Нужно сказать, что это очень востребованная программа. Средний проходной балл по этому направлению в прошлом году был 280. Нужно отметить, что с этого года в рамках этой программы «Английский язык, английская литература и переводы в ведение» со второго курса мы предлагаем параллельное образование. То есть студенты поступают к нам в Казанский федеральный университет, учатся год. Это как подготовительные курсы. А со второго курса желающие могут поступить в Университет Лондона, Великобритания. Это университет под патронажем королевы Великобритании. И по окончании они могут получить два диплома. Диплом Казанского федерального университета и диплом Университета Лондона по направлению «Английская филология». Естественно, что второй диплом, связанный с Университетом Лондона, он на коммерческой основе. А диплом Казанского федерального университета, английский язык, английский литература, переводы в ведение может быть как в бюджетной основе, так и на коммерческой основе. В прошлом году стоимость обучения по этому направлению английский язык, английская литература составлял 127 680 рублей. Следующее направление – зарубежная филология, испанский язык, испанская литература, переводоведение. Тоже 4 года обучения, вступительные экзамены, литература, русский язык и любой иностранный язык, потому что у нас нет школ с испанским языком обучения, поэтому может быть любой ЕГЭ. Английский, немецкий, французский, но студенты начинают изучать испанский язык с нуля, с алфавита, а со второго семестра у них занятия уже идут на испанском языке, потому что предлагаются интерактивные инновационные методики коммуникативного изучения испанского языка, и испанский язык преподают наряду с российскими преподавателями, еще и носители языка, преподаватели из Испании, из ведущих университетов Испании. Русская филология, прикладная филология, русский язык и литература, срок обучения 4 года, вступительные экзамены, литература, русский язык и иностранный. Прикладная филология, что это значит? Это значит, интегрируются такие направления, как русский язык и информатика, русский язык и математика, русский язык и медицина. И в частности, наша высшая школа развивает направление клинической лингвистики, поэтому наши студенты два раза в неделю идут в больницу Казанского федерального университета и проводят научные исследования в рамках таких направлений, как восстановление нарушения речи после ДТП, дорожных транспортных происшествий, нарушение речи у детей раннего возраста и создание современных методик для правильной диагностики больных. Например, больной говорит о том, что у него болит нога. Врач у него спрашивает, опишите вашу боль, какая у вас боль? Он говорит, ну просто болит. А ведь боль может быть стонущая, колющая, ноющая, режущая. И наши филологи, русские филологи, помогают создавать глоссарии, методические пособия для помощи врачам, практикам клиник Республики Татарстан и Российской Федерации. Это было направление филология. Да, и сразу скажу, что по направлению прикладная филология русский язык и литература тоже стоимость 127 680, а проходной балл был в прошлом году 243 балла. То есть если зарубежная филология 280, то прикладная филология русский язык и литература 243. Наряду с филологией мы реализуем направление педагогическое образование, и оно тоже очень-очень востребовано. Педагогическое образование английский плюс второй иностранный, 5 лет обучения. Русский язык и английский язык, 5 лет обучения. Педагогическое образование, русский язык и литература, 5 лет обучения. Выпускники этих направлений могут работать в средней школе, в высшей школе, они могут работать в частных образовательных учреждений, потому что наряду с языковыми компетенциями они получают компетенции в области психологии, возрастной психологии, педагогики. И сегодня эти направления очень востребованы. Есть педагогическое образование с одним профилем, это французский язык. Четыре года обучения мы принимаем как с ЕГЭ по французскому языку, также могут поступать выпускники с ЕГЭ по другим иностранным языкам и начинать изучать французский язык с нуля. По этому направлению у нас тоже есть параллельное образование. Желающие после первого курса могут поступить в университет Сорбонный Париж-3 и получить сразу по окончанию два диплома. Диплом Казанского федерального университета, это преподаватель французского языка. И диплом университета Сорбонный Париж-3, Франция, также преподаватель французского языка. Нужно сказать, что по всем направлениям языковой подготовки работают носители языка из Америки, из Великобритании, Испании, Польши, Чехии. И у наших студентов очень большие возможности для стажировок зарубежных с вузами-партнерами. На три месяца, на шесть месяцев, на год студенты едут в наши университеты-партнеры и обучаются там, и таким образом совершенствуют свои языковые компетенции. По педагогическому образованию стоимость 127 680 — это одно направление подготовки, педагогическое образование с двумя профилями подготовки 128 592, и проходные баллы на педообразование 277 — это иностранный плюс второй иностранный, и русский-английский — 267. То есть, как вы видите, проходные баллы достаточно высокие. Очень много среди наших студентов 100-бальников, причем со всех регионов России. Есть школьники Москвы и Санкт-Петербурга, они выбирают именно Казанский федеральный университет, именно наш институт для изучения иностранных языков. И еще мне хочется акцентировать, потому что иностранным языкам готовят разные вузы, разные структурные подразделения. Есть педообразование, есть лингвистика, есть филология. Вот отличительная черта профиля филологии — это то, что мы готовим не только по языку, но мы даем еще очень большой культурный блок, потому что литература. Если лингвистика, английский язык — это только язык, то филология, английский язык — это английский язык и литература, и переводоведение. И поэтому, конечно, большая разница. У наших выпускников очень высокий уровень подготовки, потому что они прочитали всю мировую литературу, они прочитали шедевры английской литературы на языке, подлиннике, и у них огромный лексический запас, у них очень хорошая речь и, конечно, культурный багаж. Это интересные люди, с которыми можно поговорить на разные темы, причем поговорить именно на английском иностранном языке или на испанском языке или на французском языке или на немецком языке. Поэтому все, кто интересуется филологией, кто любит слово, слово русское, слово иностранное, конечно же, путь к нам в Институт филологии и межкультурной коммуникации. Ну и вопрос был связан, еще раз напомните мне зарубежная филология, что они спрашивали. Да-да-да, я уже об этом сказала, да, конечно, носители языка, они представлены в достаточном количестве и они именно дают вот эту фонетическую планку, да, уровень, который необходим для студентов, которые изучают язык. Спасибо большое, а вернемся все-таки с вопросом про дизайн. Есть ли возможность поступить на дизайн в магистратуру после бакалавриата с другого университета, который был вообще абсолютно не связан с дизайном? Да, возможно, тем более вот в этом году мы открываем новую программу про по дизайн, дизайн компьютерной графикой веб-дизайн, называется это на длинном отделении, выделены бюджетные места, всего 9 бюджетных мест, набираем, конечно же, и на контракт. По всем направлениям можно подавать документы после бакалавриата, я имею в виду. Есть еще такой общий вопрос, как сильно оценки в дипломе влияют на поступление в магистратуру. Наверное, вопросы адресованы больше всем. Ну, вообще, вот если сравнить нас в те абитуриентские годы с современным абитуриентом, то, конечно же, современники счастливчики в том смысле, что у них есть и возможность сразу на несколько профилей поступать, и в том смысле, что совершенно необязательно продолжать профиль своей бакалаврской программы. Экономисты приходят иногда на филологические программы и наоборот, и даже инженеры поступают к нам на филологию и на другие программы. И, в общем-то, принцип вступительного экзамена по всем программам магистратуры один. Один экзамен по профилю самой программы. То есть, если это русский язык, как иностранный, русский язык сдают. Если это какой-то из видов дизайна, значит, экзамен будет по дизайну. То есть, все другие оценки не так важны, как знания именно профиля будущей магистратуры. Так что здесь иногда ведь увлечение наших абитуриентов, они, скажем так, перевешивают их официальные оценки по другим дисциплинам. И магистратура — это прекрасная возможность реализовать себя именно в той сфере, где ты уже чувствуешь себя наиболее сильным. Спасибо. Продолжаем. В каком виде представлена дистанционная программа? То есть, я так понимаю, речь идет о дистанционной программе обучения? Ну, я хочу сказать, что, конечно, в первую очередь дистанционные программы обеспечены на отделении заочного обучения. Ну, например, в нашей высшей школе есть магистерская программа «Мультилингвальные технологии раннего развития». Мы готовим специалистов, которые могут обучать детей иностранным языкам. Причем не одному, а сразу двум. Эту магистерскую программу иногда называют «Школой Мэри Поппинс». Эта программа была удостоена Гранта Потанина. И поступают на эту программу очень уже такие практикоориентированные люди. Они уже многие работают руководителями образовательных учреждений города Казани, частных образовательных учреждений. У многих из них образование получено за рубежом в Америке, Великобритании. Но у них нет педагогического образования, они работают с детьми, и они поступают к нам на магистерскую программу. Но приходить на занятия в рамках заочной сессии у них нет никакой возможности. И поэтому вот эта магистерская программа полностью обеспечена цифровыми образовательными ресурсами. То есть можно быть директором школы и обучаться мультилингвальным технологиям раннего развития детей. То же самое с программой заочного обучения «Английский язык». И в перспективе 2021-2022 год на такое цифровое обучение в полном режиме переходит направление «Прикладная филология, русский язык и литература». Конечно, частично это представлено по всем направлениям, и по дизайну, и по татарской филологии, и по русскому языку, как иностранному. Но вот весь пакет цифровых образовательных ресурсов, конечно, он присутствует сначала прежде всего на заочном обучении. Потому что у наших студентов-заочников естественно, в приоритете трудовая деятельность. Спасибо большое. Может, как-то более подробно расскажете, в каком виде присутствует дистанционная программа? Это презентации, видеолекции? Как происходит коммуникация с преподавателем? Да, но сейчас очень много возможностей. Вы же знаете, что в связи с профилактикой коронавируса вузы Российской Федерации перешли на бесконтактную форму обучения. И сегодня мы еще раз обсуждаем все платформы, все возможности. Но у нас в Казанском университете есть своя дорожная карта цифровизации, поэтому цифровые образовательные ресурсы создаются в программе Moodle. И там представлены разные варианты. Это и видеолекции, это программы, которые позволяют провести промежуточный, контрольный срез, тесты, это упражнения. То есть, самая широкая палитра возможностей на сегодняшний день. Спасибо большое. Есть еще вопрос касаемо обучения по профилю педагогическое образование русский язык. Проводится ли оно очно или есть места на заочке? Педагогическое образование русский язык всегда было заочное обучение. С этого года мы набираем на дневное отделение русский язык. То есть, получается, у нас есть это направление и на заочке, и на очке. Почему мы так сделали? Потому что очень много поступает к нам с республик СНГ. И для них тяжело усвоить программу русский язык и литература, или русский и английский язык. Они в своих республиках хотят быть преподавателями русского языка. Вот для них создана эта программа на дневном отделении. Но это не значит, что мы не принимаем на эту программу россиян. То есть, принимаются и российские студенты, которые за 4 года хотят стать учителями русского языка. За 5 лет они могут стать учителями русского и английского языков. И за 5 лет они могут стать учителями русского языка и литературы. Как вы видите, возможностей много. А нас еще активно спрашивают про лингвистический факультет. Какие проходные баллы, экзамены, бюджетные места и все прочее. Что будет ожидать абитуриентов? Но мы не можем ответить. Дело в том, что у нас направление лингвистики реализуется у Татьяны Геннадьевны. А вот лингвистика, связанная с иностранными языками, она реализуется в Институте международных отношений. Но мы знаем, что у них тоже очень высокий проходной балл. И, наверное, не меньше, чем на филологию. Поэтому, наверное, нужно посмотреть сайт и более подробно узнать информацию на сайте Института международных отношений. Спасибо. А вопрос был еще такой. Чем занимаются на профиле музыкальное образование? И, собственно говоря, почему профиль относится к филологии межкультурной коммуникации? Профиль музыка, это у нас относится к педагогическому образованию, педагогическому образованию музыка. Мы готовим учителей музыки. В дальнейшем они будут работать в школах, в образовательных учреждениях, преподавать музыку. То есть сегодня есть такая востребованность. Не хватает учителей, в том числе учителей музыки. И есть такая категория, которые кончают музыкальные училища, педагогические училища. И у них есть прекрасная возможность получить высшее образование в Казанском федеральном университете. Ну и исторически, когда-то, несколько лет назад, наш институт назывался Институт филологии и искусств. И вот с тех времен учителей музыки готовили. Но, Рамиль Хамидович, сейчас ведь, по-моему, есть и в специальной программе Республики Татарстан такое направление. На втором курсе они учатся по заказу Министерства образования и науки. Вот я рассказал про билингвальные программы. Позапрошлым годом, в 2018 году, на первый курс мы приняли как раз на направление педагогическое образование, музыки и дополнительное образование, двухпрофильное направление, как раз музыкантов будущих. Тоже преподавателей музыки. То есть это заказ времени, заказ нашей Республики на подготовку таких специалистов. Есть еще такой вопрос. Хочу поступить на профиль педагогическое образование с двумя профилями подготовки. Иностранный, английский язык, и второй иностранный в билингвальной образовательной среде. Какие для этого нужно сдавать экзамены, есть ли там бюджет и сколько проходной балл? Какой приблизительный проходной балл ждать? Я уже сказал, по-моему, иностранный, второй иностранный в билингвальной образовательной среде мы в этом году не принимаем. Мы приняли в прошлом году, такая была программа. В этом году те программы, которые мы планируем в этом году, есть на сайте, я уже их и озвучил. К сожалению, эта программа, иностранный язык, второй иностранный язык, есть в высшей школе русской и зарубежной феологии. У нас есть это направление, иностранный плюс второй иностранный. Причем первый иностранный английский, а второй иностранный мы предлагаем для студентов по выбору, это может быть немецкий, французский, испанский, турецкий, китайский. И 5 лет обучения, есть и бюджетные места, где-то 10 мест, да, немного, и договорные места. В прошлом году проходной балл, средний проходной балл был 277 на это направление, и обучение 128 592, это стоимость одного года обучения. Еще был такой вопрос, есть ли бюджетные места на факультете татарского языка, сколько стоит вне бюджета, какой проходной балл? Да, бюджетные места есть, я уже это озвучил, на направлении педагогическое образование, татарский язык, литература, английский язык всего 25 бюджетных мест, а на направлении феологии, татарский язык, литература и журналистика всего 23 бюджетных мест. Если договор принимаем на эти же направления, на педагогическое образование 127 тысяч рублей было в прошлом году, на феологии 128 тысяч, но в этом году не знаю какая будет сумма, приказ будет попозже. Так, секундочку, есть у нас еще один вопрос, который хотелось бы озвучить, он касается поступления по так называемым минимальным баллам ЕГЭ, насколько это возможно? Спрашивали у нас. То есть, если абитуриент задает все ЕГЭ условно на минимальный балл и нацелено поступать на контракт, возможно ли это? Чтобы ответить всеобъемлюще на этот вопрос, мы опять-таки отсылаем к сайту абитуриент Казанского федерального университета, где вывешиваются в том числе и все минимальные баллы, которые допустимы на ту или иную специальность, потому что в каждом институте есть вариативность. То есть, грубо говоря, если ты поступаешь на филфакт, там по русскому языку, естественно, будет выше потолок, если ты идешь на физику или другой профиль, там может быть ниже вот этот порог. Так что, чтобы конкретно по своей ситуации определиться, нужно посмотреть выбранную вами специальность, и там по каждому из ЕГЭ указан минимальный балл. Но там по всем предметам, по-моему, минимум 40 баллов должны набрать, чтобы не получить двойку. По математике там только 39 баллов, по русскому языку, по литературе, по истории, по обществознанию, а нет, по обществознанию 44 балла должны получить, чтобы не получить двойку. Это минимальный балл 44. По математике 39, по всем остальным предметам, по-моему, 40 баллов. Но это правильно, Ромель Хамедович, потому что, как говорит наш ректор Ильша Травкатович, из плохой глины хорошего кирпича не сделаешь. Готовьтесь, дорогие друзья, чтобы у вас были хорошие результаты. Минимальные баллы, ведь они, как правило, актуальны для тех, кто осознанно идет на контрактную форму обучения. Безусловно, среди бюджетников конкурс другой, и все зависит от конкретной ситуации данного года. Заранее это предсказать невозможно. Но практика показывает, что средний проходной балл, вот сумма трех ЕГЭ, она постепенно, год от года подрастает практически по всем направлениям обучения в КФУ. Еще спрашивают, какие олимпиады Казанского федерального университета относятся к институту, и какие возможности дают дипломы победителей или призеров этих олимпиад? У нас проводится олимпиада язык, литература и искусство, но в этом году, к сожалению, в связи с коронавирусом мы перенесли эту олимпиаду. А что касается защищения баллов, у нас проводится конференция имени Толстого. Эта конференция проводится уже осенью, прошла уже в ноябре месяце. Победителям вот этой конференции мы даем 5 баллов, призерам 3 балла. То, что касается конференции, которые проводятся в нашем институте конкретно. А по университету баллы дает конференция имени Лобачевского, победители получают 5 баллов, призеры 3 балла. И предметная олимпиада, которая проводится в Казанском федеральном университете, по всем предметам тоже победители получают 5 баллов, призеры 3 балла. Будет ли играть какую-то роль портфолио для зачисления на направление дизайна? К сожалению, мы принимаем только по экзамену рисунок и по результатам ЕГЭ. Хотя, конечно, он может принести, показать свои картины, это, конечно, тоже большой плюс. Ну и еще интересуется, какую роль играют золотой и серебряный аттестат. В нашем университете по правилам приема за золотую медаль дается 5 баллов дополнительно. Да, и нужно, наверное, напомнить, вот здесь прозвучал такой термин «стобальники», да? То есть, если абитуриент получил хотя бы по одному какому-то предмету 100 баллов, если он поступает на ту специальность, где один из обязательных предметов связан именно с этим, ну, например, русский язык, если он обозначен как обязательный экзамен, то вот уже два года, то есть сейчас это будет третий год, когда в нашем университете действует программа дополнительной стипендии «стобальником», но, как говорится, приказ по этой программе, он выходит уже в период приемной кампании, вот, например, стобальники этого года получили единовременную стипендию 80 тысяч, и ежемесячно их стипендия выше, чем у их одногруппников, если в первую сессию они, вот скажем так, свои золотые знания подтверждают отличными оценками. Раз уж заговорили о дополнительных баллах, то давайте затронем еще такой вопрос, какие возможности дают грамоты призеры или победители всероссийских олимпиад по профилю, ну, на которые собирается поступать обитариант? Если эта олимпиада включена в реестр олимпиад, дающих дополнительные баллы, то, естественно, неважно, в каком регионе была проведена данная олимпиада, свои пять или, соответственно, победитель пять и, соответственно, три балла призер, человек может получить в любом университете нашей страны, включая и Казанский. Но победитель всероссийской олимпиады, конечно, он, ну, как стобальник, принимается, да, 100 баллов, и он уже имеет все шансы поступить. Ну, поступить на бюджет имеется в виду. Да, да, да. А есть ли бюджетные места иностранцам, в скобочках указано Узбекистан, для поступления в магистратуру? По-моему, бюджет в магистратуру есть только у безвизовых стран. У безвизовых. Узбекистан таковым не является. Но, с другой стороны, у каждой страны зарубежной, включая и ближние зарубежные, есть программы государственного субсидирования, только нужно своевременно подать документы. Как правило, это на сайте Министерства образования своей родной страны. И те, кто соответствуют критериям, которые определяет как раз их страна, они получают государственную поддержку. То есть учатся бесплатно, за них платят либо Министерство образования их страны, либо Министерство образования России. Это зависит от конкретных стран, потому что существуют специальные договоры для этого. И кроме того, что они учатся бесплатно, они еще и получают стипендию, как бюджетные студенты. И это касается не только ближнего зарубежья, но и стран, например, Китай, очень активно субсидируют своих студентов. Особенно это касается магистратуры и аспирантуры. А раз уж заговорили об аспирантуре, давайте, может быть, коротко о направлениях аспирантуры, которые есть в этом году. Но надо сказать, что в нашем университете вообще великолепная возможность расти. Бакалавриат, магистратура, аспирантура по всем направлениям, и филологии, и педагогическое образование, и дизайн. То есть, если человек поставил перед собой цель стать ученым, например, приветствуется, он кончает школу, и он хочет стать профессором Казанского федерального университета в будущем. Пожалуйста, вы поступаете на бакалавриат, потом в магистратуру, потом в аспирантуру, тем более в университете сейчас свои диссертационные советы. Не нужно никуда выезжать, вы можете защитить как кандидатские диссертации, так и докторские. Я только хочу добавить, что конкретно в нашем институте филологии межкультурных коммуникаций работают очень активно и давно две аспирантуры. Это языкознание и литературоведение, так называется программа аспирантуры, в которой есть множество специальностей по русскому языку, по сопоставительной лингвистике, по теории языка. Есть также аспирантура в профиле теории и методика обучения и воспитания по разным профилям, например, русский язык, татарский язык, русский язык как иностранный. И в этом году еще ряд программ открываются, например, программа по германским языкам. Мне подсказывают, что у нас уже подходит к концу наш прямой эфир, поэтому давайте последний вопрос буквально. Есть ли в институте программа обмена студентами? Да, безусловно. И эта программа не одна. В наш институт ежегодно около 200 иностранных студентов приезжает из практически 80 стран мира. То есть есть возможности практиковаться вместе с ними. Но и исходящая мобильность работает тоже очень активно. У современных студентов есть масса возможностей выиграть конкурс, подать документы и уехать, например, на семестр или даже на год в страну, к примеру, изучаемой не только изучаемого языка, но часто и в другую страну, чтобы даже получив какую-то стипендию обучаться бесплатно в этой стране. Возможностей масса. И все зависит только от активности студента. То есть если человек хочет, нет проблем. Таких программ много. Ну что, господа, огромное спасибо. На этом прямой эфир наш мы завершаем. Я напоминаю, что в эфире был Инсталайф с Институтом филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета. Следите за социальной сетью Instagram Kazan Federal University. В ближайшее время там вас будут ждать Инсталайфы с другими институтами. Большое спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok